Семен Каратеев вот уже год как занимается скандинавской ходьбой. Говорит, тело просит физической нагрузки. Вредных привычек не имеет и старается вести здоровый образ жизни. Для Семена Новый год семейный праздник, поэтому он будет его встречать в кругу своих родных. Ну сейчас я соблюдаю рождественский пост, то есть не ем мясо и алкоголь, не пью. Продолжается рождественский пост вплоть до Рождества. Собственно, я планирую его поддерживать и на Новый год алкоголь принимать не собираюсь. Да и, честно говоря, вообще не хочется. Министерство здравоохранения Самарской области предлагает жителям региона встретить Новый год без переедания и злоупотребления алкоголем. С 31 декабря по 9 января всех желающих призывает поучаствовать в профилактической акции «Трезвый и резвый». На протяжении этого времени рекомендуется заниматься спортом, больше находиться на свежем воздухе, а не за столом с множеством майонезных салатов и жареных мясных блюд. Цель этой акции даже не столько помочь участникам оздоровиться, а вообще такая глобальная задача – это формирование социальной нормы. И если вокруг него все будут говорить, что здоровый образ жизни – это модно, да мы вот у нас вот так вот, вот мы вот празднуем здорово, и это будет прямо вот преподноситься все время, то человек начинает примерно действовать точно так же. Если мы хорошо поужинаем, да, в обычном режиме, привычными нашими продуктами, а на новогодний стол мы приготовим что-нибудь легкое, фуршетное, яркое, красивое, тем более год тигра, который идет к нам, да, он способствует этому. Самарцы говорят, идея отличная, и они готовы ее поддержать. Ей не всегда хочется выпивать, в основном хочется встретиться, пообщаться побольше друг с другом, как-то в трезвом состоянии, в адекватном. Нет, я думаю, что сейчас нет такой тенденции для того, чтобы много выпить. Собираемся, да, все вместе отмечаем, веселимся, да, играем, конкурсы устраиваем. Также трезвые и резвые могут принять участие в конкурсе на лучшее фото и видео о том, как они без вреда для здоровья проводят новогодние каникулы. В своих социальных сетях желающие должны разместить публикацию с хэштегом «трезвые и резвые». В январе подведут итоги по количеству лайков и выберут трех победителей, которые получат пульсоксиметры. Максим Магомедов, Никита Колосов, Николай Епифанов. События.